Итак, Касин Азаратович Хубиев, доктор экономических наук, профессор в кафедре политической экономии, экономического факультета Московского государственного университета. Касин Азаратович, пожалуйста. Спасибо, Наталья Геннадьевна. Я еще раз приветствую всех участников семинара. Вот мне предоставлена очень большая честь быть модератором. Не хотел бы угнетать своим докладом присутствующих. Я просто ограничиваюсь кратким вступительным словом. Вот вопрос о том, какая модель экономики у нас сложилась, какие у нее функциональные возможности. Вот этот вопрос, я уверен, каждого вот здесь присутствующего в той или иной степени интересовал и, может быть, даже волновал в разные наши исторические периоды. В принципе, вот, наверное, 30 лет мы наблюдаем, что же у нас складывается, что оно может или чего оно не может. По поводу 30-летия этого опыта собирались те, кто устраивали эту модель. Они в рамках Гайдаровского форума собирались и дружно сказали, что мы построили прекрасную рыночную экономику. И в этом смысле этот 30-летний опыт был очень положительным. Наверное, существуют и другие точки зрения тоже. И вопрос о модели и ее функциональных возможностях особенно подстрелся вот последний год. Мы должны понимать, что наша экономика может выдать или чего она выдать не может. Насколько она способна реагировать и соответствовать возникшим вызовам и угрозам, даже я бы сказал. Вот я думаю, вот этот очень острый, очень важный вопрос заслуживает нашего с вами обсуждения. Ну а теперь, Анатолий Александрович, если вы с нами, то, пожалуйста, оставляется возможность выступить. Пожалуйста, Анатолий Александрович. Спасибо большое. Здравствуйте все участники нашего круглого стола. Я поддерживаю стремление журнала «Вопросы политической экономии» коллективно обсуждать наиболее актуальные проблемы текущего развития нашей страны. Ну и вопросов политической экономии и экономической теории в целом. Что касается сегодняшней нашей встречи, то вы знаете, эта тема обсуждалась довольно много на разных уровнях. В чем специфика постановки проблемы сегодня? Она заключается в том, что Россия начала активно переходить к суверенному экономическому развитию, формированию национального экономического суверенитета. И, на мой взгляд, это как-то абсолютно по-новому ставит проблему и ставит пути решения проблемы экономического развития и формирования национальной экономической модели. Я еще раз хочу подчеркнуть, именно стремление обеспечить суверенитет в условиях перехода к многополярному миру является такой объективной базовой предпосылкой для того, чтобы многие вопросы, накопившиеся за 30 лет, решать и не откладывать их на потом. Какие вопросы, на мой взгляд, предполагаются решать или, во всяком случае, мне так видится? Первое, я бы хотел сказать, мы все же должны фиксировать, какая экономика сейчас в России, как мы ее можем квалифицировать с точки зрения параметров общего содержания. И поэтому я предлагаю вернуться к тому термину, который уже был в свое время. И Леонид Иванович Абалкин на своих научных семинарах в Институте экономики неоднократно ставил вопрос о том, что мы понимаем под смешанной экономикой. И он сам об этом говорил, участники семинара подчеркивали, не представляется, что у нас на самом деле смешанная рыночная экономика. Я не буду сейчас вдаваться в термин понятия смешанная. Сам он был введен в оборот еще полу Самуэльсоном в его книге «Экономикс», которая вышла первым изданием в 1948 году. И тогда понималось под смешанной экономикой сочетание рыночных и государственных механизмов регулирования экономики. В дальнейшем к смешанной экономике добавилась еще роль многонациональных или транснациональных компаний, которые значительную часть продуктов внутри своего комплекса проводили не рыночным образом, а в соответствии со своим бизнес-планом развития. Поэтому мне кажется, что у нас на самом деле присутствуют все черты. Конечно, база рыночная, конечно, база частная собственность во всех ее формах и разновидностях, но с точки зрения участия государства, она вполне заслуживает понятия смешанной. Это имеет существенное значение, потому что, казалось бы, это просто определение экономики. На самом деле это фиксация сочетания факторов и ресурсов, которые необходимы для развития. Второе, что я хотел бы подчеркнуть, какую теоретическую основу мы используем для оказания практического содействия и обоснования развития социально-экономической модели развития России. На базе какой теории мы можем это делать? Мне представляется, что, конечно же, прежде всего нам требуется общий системный подход. Системный подход формируется из всех существующих теорий именно политической экономии. И поэтому, разумеется, это не значит, что мы должны не учитывать другие экономические теории и направления, но мы должны исходить из того, что только системный подход к существующим проблемам, текущим и перспективным, позволит развивать и решать накопившиеся проблемы. Среди крупных проблем, которые до сих пор у нас не решены, это единое национальное экономическое пространство страны. Страна наша имеет самую большую территорию. Это означает, что для того, чтобы страна развивалась повсеместно, надо, чтобы каждая регион, вся территория нашей страны, с ее ресурсами природными, человеческими и иными, была включена в это развитие. Если у нас этого не достигнуто, то у нас возникают диспропорции, которые мешают экономическому росту, которые мешают такому развитию. Поэтому мы даже, формируя учебник «Экономика для менеджеров», который был написан коллективом кафедры политической экономии, издан два года назад, специально включили раздел, посвященный единому экономическому пространству. Потому что даже для руководителей предприятий, собственников, важно, чтобы они подходили к экономике с учетом возможностей всей страны, всей территории. Конечно, для того, чтобы единое национальное пространство заработало, для этого нужна соответствующая инфраструктура. Вы знаете, что и правительством, и президентом давно уже несколько лет назад поставлено задачей, как главное, это развитие инфраструктуры. Это действительно базовые условия единого пространства. Но сама по себе инфраструктура не сводится только к транспортной. Я сейчас не буду вас занимать перечислением элементов инфраструктуры, но я просто фиксирую эту важную позицию, что единое экономическое пространство не может быть без соответствующей инфраструктуры. И последнее, что я хотел бы отмечить, это ресурсы. Откуда брать ресурсы? В условиях современного состояния и положения экономики в мире мы с вами отсечены от традиционно используемых ресурсов за счет стран из западного блока. И поэтому получилось таким образом, что мы не только сейчас не можем их использовать, более того, часть наших ресурсов вообще заблокирована как государственных, так и частных. И в этой связи западные страны стараются создать нам дополнительные трудности. Они даже заявили, как вы знаете, на официальном уровне, что они разблокируют средства наших так называемых олигархов и крупных собственников, если они выступят против политики правительства, против военной операции на Украине, и тогда они получат половину ресурсов, которые там были заблокированы, и с них будут снять санкции. То есть мы с вами видим, что таким образом наша ситуация с западными странами, она быстро не разрешится, она надолго. Следовательно, планировать и формировать социально-экономическую систему России мы должны с учетом этого важного фактора. То это не один год. Даже если военная операция закончится, все остальное продолжится. Поэтому это особенно важно, чтобы все национальные ресурсы были сконцентрированы и большая часть из них регулируется государством, но и чтобы и частный бизнес получил возможность для вложения собственных инвестиций в разных территориях страны. Я думаю, что исходя из системного подхода, исходя из того, что мы вынуждены опираться в основном на внутренние ресурсы, мы сможем решить те трудные проблемы, которые стоят сейчас перед страной. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Артур Александрович. Спасибо. Абелл Гезович, готовы ли вы сейчас выступить? Да, если надо. Уважаемые коллеги, действительно прошло более 30 лет, новой России, и создана достаточно специфическая у нас социально-экономическая система. Я думаю, что эту систему можно назвать государственно-олигархическое капитализм. Государственно-олигархический капитализм с недоразвитой рыночной системой и отсталой социальной сферой. Все, что я буду говорить, это я, естественно, разделяю то, что я скажу, эти идеи, но не могу сказать, что они принадлежат мне, я во многом, естественно, использую экспертное мнение других людей. Итак, первое слово государственный капитализм. Вот цифры о государствении нашей экономики. Ну, мы основы этой экономики построили еще к началу 2000 года, когда закончилась компания приватизации. И у нас преобладала частная государственная собственность. Она была 65% по оценке Всемирного банка. Ну, с того момента была организована Роснефть, Ростехнология. Резко увеличенная Газпром. Энергетика после реформы при переводе на частно-капиталистическую систему фактически вернулась к государственной системе. Интеррау государственная огромная компания. Газпром владеет энергетикой очень сильно. Вся гидроэнергетика в составе энергетики, я уж не говорю про атомную. Вот. Образованы крупные государственные объединения, авиационные в составе и гражданских заводов. Ведь, скажем, Ростех – это 800 заводов, из которых больше половины производят отнеоборонную промышленность. И по опыту федеральной власти, естественно, и региональные органы, и муниципальные тоже присоединяют к себе под свое влияние, контроль различные государственные структуры. Я, например, подробно занимался Костромской областью. Там теплица государственная, там лесопромышленные предприятия, примитивные государственные. Там есть государственный сырный завод, торговый центр в Костроме при администрации президента, хоть и с протекающей крыши. И еще десятки, сотня всяких структур, которыми почему-то владеет, контролирует их администрация, муниципалитеты и так далее. И большая часть этих государственных структур, они не занимаются никакими государственными функциями, занимаются обычной коммерческой деятельностью, но используют преимущества государства, поэтому находятся как бы над конкуренцией, во многом ее подрывая. Вы видите, что сейчас происходит. По расчетам Всемирного банка, кстати, тех же людей, которые определили, что частнокапиталистическая и иностранная собственность у нас была 65%, а государственные 35% в 2003 году, они сейчас считают, что у нас больше 70%. И я их расшифровал, что значит 70% производства павлого продукта государственных предприятий. Под 40% это предприятия-организации бюджетные, включая и внебюджетные госфонды, организации пенсионного, страхования, здравоохранения, социальные. Затем есть крупные объединения, которые считаются акционерными обществами, но они контролируются государством, «Газпром», «Роснефть», «РЖД», колоссальная организация, «Ростех», «Росатом», «Ростелеком», «Электрообъединение», «Эрофлот», «Оборонные холдинги», «Волжский автозавод» и что там только нет. И они занимают грубо 20... Нет, не нужно переключать. А они, грубо говоря, занимают... Ну, переключай. И они, грубо говоря, занимают 25% всей экономики. 75% активов банковской системы. Это либо государственные банки, либо банки, контролируемые государственными организациями. Например, «Газпромбанк». Он, конечно, государственный. Банк «Зенит», он принадлежит от нефти. Она контролирует, назначает руководителей и так далее. И, конечно, многочисленные предприятия, организации. Их не так много, но все-таки это 10% экономики. Вот примерно как расшифровывается о государственной экономике. Теперь об олигархическом влиянии. Следующий слайд. Значит, олигархи производят 35% валов внутреннего продукта России, их структуры. Это международная статистика. Меньше производят Индия 20%, США 19%, Франция 17%, «Тайвань-15». Это речь идет о холдингах, объединениях, которыми владеют миллиардеры. Если их... Ну, олигархом называется не просто миллиардер, а тот, который близок к власти. В России они, безусловно, близки к власти. Один процент населения России владеет 47% национального богатства России, 10% 70%. Три процента населения имеют 90% финансовых ресурсов, которые находятся у населения. Различают в мировой статистике плохих олигархов, которые не занимаются инновациями, а занимаются добычей сырья или недвижимостью. В России преобладают именно они, 60% всех олигархов, что им, как в других странах, таких олигархов от 10 до 20%. Следующий слайд. Пожалуйста. Значит, я начну с того, что вот такая государственная олигархическая структура, она неэффективна. Вы знаете, что мы отстаем по производительству труда в 2-3 раза, в 2 раза отстаем по энергоемкости, более 2-х раз по материалу емкости в расчетной единице конечной продукции. Мы дольше строим, медленнее строим и дальше, можно сказать. Но где мы катастрофически отстаем, это по инновации. А мир, цивилизацию развивает инновации. И вот я привожу пример. Доля страны в производстве высокотехнологических товаров и услуг 1,3%. Мы отстаем в десятки раз. Десятки раз. От США 18 раз. От Китая в 12 раз. От Японии, я не знаю, 8 раз. И так далее. Доля экспорта с стороны высокотехнологических товаров услуг 0,3%. От США 39%. Вы понимаете, что это 100 раз. От Японии мы отстаем в 70 раз. От Германии в 50 раз. От Китая в 20 раз. Ну, таких отставаний нигде нет. Место страны в международном рейтинге, в глобальном инвестиционном индексе мы там, значит, 47 место. Ниже, чем по уровню экономического развития. В мире инновационные фирмы, единородие их называют, те, которые стоят более миллиарда долларов, их оценка капитализация, но они еще не реализовали инновации. То есть это оценка фирм, где нет пока коммерции. Они не продают свои инновации еще в массовом масштабе, не представлены на бирже и так далее. Таких в мире 1302 в мае 2022 года насчитывалось. За ними очень пристально все следят, есть подробные характеристики, каждая из них так далее и так далее. В России сейчас ноль их. Ни одной нет. Но в 2014-2019 году была одна фирма Авито. Есть еще клуб единорогов. Это те единороги, которые были когда-то единорогами, а потом стали коммерческими инновационными организациями. Таких в России штук шесть, во главе с Яндексом, конечно, с Телеграмом, с ВКонтакте, который Дураб создал, и другие некоторые. Есть 2500 крупных инновационных компаний мира, которые находятся под пристальным вниманием. 43 страны имеют такие компании. Это крупные. Что значит крупные? Там не менее 35 миллионов долларов должно быть неокр. Ну, чтобы они были инновационные. Содержание неокра должно быть существенным. В России три из этих двух 500. Пожалуйста, следующий слайд. Я теперь сказал, что наша система характеризуется не только государственно-олигархической, но и не только она технически очень сильно отстает, особенно по инновациям катастрофы просто. Но она характеризуется еще недоразвитым рынком. Рынок – это, прежде всего, финансовая система. Ужасающий показатель. Монетизация России 50%. Но Китай, к примеру, 224%. КВВП. А Россия 51%. Активы банковской системы – одни из самых низких в мире. 70%. В Европе от двух до трех раз. Активы банковской системы больше ВВП. Внебанковские фонды длинных денег у нас 20% ВВП. В США 200%, в Евросоюзе 120%. Вы понимаете, это небо и земля. Капитализация фондовая биржа в России 10% ВВП. В то время как и в Китае, конечно, это больше валового продукта. То есть, какой рынок? Самое главное, у нас нет рынка капитала, который является главным двигателем рыночной экономики. Надо же объяснить, почему Россия 30 лет не растет. За 30 лет валовый внутренний продукт России, по данным Росстата, вырос 15%, 17%. Что это такое? Топчемся на месте. Почему? Потому что мы создали государственную олигархическую систему с недоразвитым рынком без двигателя. У нас нет двигателя. Двигателем рыночной экономики является рынок капитала. В основном это заемные средства, это инвестиционный кредит, главный движущий часть рынка капитала. Это внебюджетные фонды длинных денег, прежде всего фонд пенсионных накоплений, фонд страховых накоплений, Мэкчелл фонд, или как они по-русски, в общем, это совместные фонды как бы. Вот, ничего этого у нас в развитой форме нет. И мы также не переняли, будучи, казалось бы, преемником Советского Союза, и планирование как дополнительную систему социально-экономического развития, роста, в том числе в рыночной экономике, если приспособить к этому делу, о чем я еще дальше скажу. Пожалуйста, дальше про финансовую систему. И поэтому понятно, что у нас самые низкие инвестиции в основной капитал валового продукта, 17%, если мы будем говорить о инвестициях в статистике, то есть та, которая измеряется. Есть еще, так сказать, теневая часть. Теневое – это называется накопление основного капитала. Но нам же надо управлять, поэтому я беру инвестиции в нашем статистическом понимании. Это главный драйвер. И этот драйвер – 17%. А второй драйвер – это вложение в человеческий капитал. А человеческий капитал – это прежде всего знание, умение, опыт людей производительно работать. И доля экономики знаний, которая включает НИОКР, образование, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, связанные с человеком и здравоохранения, чтобы человек работал, он должен быть здоровым и длительное время работал. Всего 14% ВВП. Китай – 22%, США – 40%, Европейский Союз – 30% и так далее. Вы знаете, что в развитых странах главным источником роста является именно экономика знаний, доля которой в 2, в 1,5-2 раза выше доли промышленности в создании валового продукта – 40% в Европе и в США. А у нас в 2 раза ниже доля промышленности – 14%. Ну и все рыночные показатели у нас такие, которые мешают экономическому росту. Мы одна из худших стран по инфляции, по ее волатильности, по ее уровню. Здесь показаны цифры. Мы худшие по ключевой ставке Центрального банка. Она фактически запретная для инвестиций. Мы под такие процентовые инвестиции не возьмете ни на 10 лет, ни на 20 лет, как Китай строит из скоростной дороги, двухсторонние автострады, на инвестиционные кредиты, мосты и так далее. Рыночный курс валюты у нас безобразнейший. Если паритет покупательной способностью 30 рублей за доллар, то рыночный курс 75, то есть 2,5 раза. То есть 0,4 паритета. В то время как Китай, скажем, 0,6. Хотя Китай ниже уровня экономического развития, чем Россия, вы знаете. А другие страны тоже выше. Ну и волатильность нашей национальной валюте ужасная. Вспомните, она была 6 рублей 20 копеек за доллар. Это 98-й год, последний год был. Была 25, потом была 31 до 14-го года, потом стало 60-80 в разные годы, потом опять 60, потом в последнее время, потом опять сейчас больше 75. У нас следующий слайд. Пожалуйста. К тому же мы какую имеем финансовую систему? У нас баснословный отток капитала, вы знаете, 10-17 миллиардов в этом году. А за 15 лет оттока триллион капитала из России ушло, чем пришло. У нас самая такая доля государства все время повышается в управлении финансами и так далее, и так далее. Не буду про это говорить. Следующий слайд. Теперь я сказал, что мы с отсталой социальной сферой. Ну, у нас самая низкая минимальная зарплата среди значимых стран мира. Она не соответствует никаким нормативам. Она в 4-5 раз ниже средней зарплаты. Этого нигде нет. У нас пенсия совершенно не соответствует нормативам. МОД, вы знаете, она 30-25% к номиналу. Она в 2 раза ниже у стран с таком же уровнем экономического. Пособие по безработице – это вообще безобразие, если безобразие. У нас средний размер пособий по безработице ниже проживочного минимума. Но такого нигде нет. И не может быть. Объем пособий по детей – у нас все-таки 1,5% ВВП. Но в Европейском Союзе самое маленькое – 2, а так 4 у значимых стран. Ну и самое плохое – 50 миллионов человек у нас живет на селе и в малых городах. И средний их доход – 25 тысяч на душу. Против 46 в целом по России, против 55-60 в миллионниках городах. И это огромное население обездольное. Это средний 25. К тому же мы одна из немногих стран, где облагается и минимум зарплаты налогом – 13%. Поэтому реальный тонус совершенно другой, ниже. Следующий слайд. Ну вот наши показатели уровня жизни, доли экономики знаний. Какое место мы в мире занимаем? 110-е по доле экономики знаний ВВП. По индексу социального развития 70-е. Ожидаемая продолжительность жизни. Вообще продолжительность жизни многие считают не менее важным, чем валовый продукт. Мы 100-е место занимаем. Реальные доходы. Вы видите, какие. Ну, комфортное жилье. О чем мы говорим? 40% жилья в России не имеет ни душа, ни ванны. Что это 21 век? 23 не имеет канализации, 21 не имеет холодной воды. По здравоохранению, финансированию из 189 странам, по данным Организации Объединенных Наций, ПРООН, организации, мы на 80-м месте. То же самое по образованию ужасно. Значит, по финансированию образование плохое. А по уровню и качеству образования мы самые передовые. Выше Италии, выше Франции. И вообще это лучший показатель наш. Ну, по уровню жизни пенсионеров мы на 80-м примерно месте в мире. Следующий слайд. То есть отсталое благосостояние. Ну, и огромное неравенство 15,4. В СССР было 3, в Японии 4,5, в скандинавских странах 6. В Германии для нас пример 6,9. Не 15,4, 6,9. А в целом Европейский Союз 10, если взять по всем странам. Ну, и коэффициент джинни у нас, понятно, коэффициент неравенства, вдвое выше, чем был когда-то. Следующий слайд. Ну, и вот динамика, почему мы топчемся на месте. Мы сначала провалились в 1,8 раза по экономике в трансформационный десятилетний период. Потом в 1,9 выросли. И третий период с 2009 года мы практически почти не растем. Поэтому мы вот вторая часть этой таблицы на сколько продвинулись. Самое плохое у нас вдвое снизилось долей инвестиций в ауловом продукте. За счет этого поднялся фонд потребления. Население у нас меньше, чем было. Увеличенный фонд потребления, деленный на меньшее население. Средние реальные доходы у нас выросли на 30%. И жизнь наша изменилась к лучшему. Это факт. Нет дефицита. Другая совершенно экономическая свобода. Выбор профессий. Возможность поехать за границу. Много-много других преимуществ у нас в области уровня жизни. Но имейте в виду, до средней у нас 70% людей получают. И медианная средняя у нас не 46 тысяч, а меньше 30 тысяч. 29 тысяч. У нас грубо половина населения, но немножко меньше. 25 тысяч и меньше получают на душе. Как сказал Борис Акунин, афоризм. Россия богатая страна бедных людей, увы. Следующий слайд. Вот мы на 17% выросли. А США два раза за 30 лет. США с таким развитием. А Европа полтора. А постсоциалистические страны Европы, новые члены ЕС, от двух с половиной до трех. Три Польша. Развивающие страны от трех до пяти раз выросли за это время. А Китай в семь раз. Так, чтобы понять, как надо развиваться. Следующий динамик. И поэтому мы, естественно, когда-то были вторые. После США. Потом Япония нас обогнала. Сейчас мы шестые. По паритету покупательной способности. Но если взять по рыночному курсу, мы одиннадцатые. Следующий слайд. И здесь написано. Вот как мы развивались с 2013 года. Валовый продукт на душу населения вырос в 2% с небольшим. Валовые накопления сократились. Не увеличились за 7 лет. Товарооборот на душу снизился почти на 9%. Розничный. Это значит, потребление резко снизил. А реальные доходы на 10% снизились. Это 2019 год. К 2013 году. Следующий слайд. Ну, я составил меры, как мне кажется, которые надо осуществить. И назвал их три главных вызова. Первый вызов. Нам нужно восстановить социально-экономический рост. Второй вызов. Восстановить сохранность народа, подорванную огромным повышением смертности, катастрофическим в пандемию. И третий вызов. Нам нужно восстановить, воссоздать такую социально-экономическую систему, которая обеспечит нам опережающее развитие. И мы должны в какой-то обозримый период за 10-15-20 лет войти по уровню экономики, по экономическому уровню, но, главное, по социальному уровню, в состав развитых стран. Нам надо создать социальное государство. Социальное государство. Есть такое понятие. Следующий факт. Вот про преобразование. Нам нужно осуществить, конечно, реформу собственности. Нам нужно осуществить реформу финансовой системы. И понятно, в каком направлении, поскольку цифры были названы. Нам нужно осуществить реформу регионального развития, а именно перевести регионы на самоокупаемость, самоуправление, самофинансирование. Ну, как это принято в федеральном государстве. Три федеральных государства перед нами. Это Германия, это Канада, это США. Наиболее развитые. Понятно, что такое федеральные государства. Мы очень странно выглядим на этом фоне, применяя худшее, что придумал мир, а именно дотационную систему для финансирования 80% регионов. Следующий. Я, кстати, написал большую статью в последних двух номерах экономической стратегии журнал. Вот по этим трем вызовам и 19 шагам. Ну, мы могли бы к 2025 году подготовить условия для того, чтобы после этого развиваться минимальными темпами 3-4%. Но для этого нам нужно поднять долю инвестиций до 25% в 17% и долю вложений в человеческие знания с 14% хотя бы до 20%. И на этом основаны прогнозы экспертов, как мог бы до 2025 года. А верхний прогноз Минэкономразвития, который предлагает нам опять вернуться к стагнации. То есть к темпам ниже 3%. И вы видите инвестиции. 23-й год – 1% снижение. 24-й год – 4%, 3%, 4% и меньше 4-25%. А нам нужно перейти к форсированным инвестициям, если мы хотим начать экономический рост. Нынешние доли факторов, которые определяют наш рост, доля инвестиций в ВВП и доля экономики знаний в ВВП обеспечивают только простое воспроизводство. Мы будем топтаться на месте. Следующий слайд. Как мы можем не топтаться на месте? Посмотрите. Вместе инвестиции и экономика знаний. 30% ВВП. А Китай – 67%. Эти два показателя. А развивающиеся страны – 45-55%. А развитые страны – 50-60%. В том числе США – 40% экономики знаний и 20% ВВП. 60%. А мы – 30%. Ну как мы можем развиваться? Если факторы экономического развития у нас слишком маленькие. хватает только, чтобы вот кое-как обновляться. Пожалуйста, следующий слайд. Специально я привел слайд, почему мы так отстаем по экономике знаний. Потому что экономика знаний – это с каждым годом ее роль все больше в социально-экономическом развитии. По моим оценкам, 30% всего экономического роста сейчас от этого зависит. Но с каждым годом все больше. Следующий слайд. Вот страны мира, которые использовали пятилетние планы. Может быть, я кого-то упустил. Знаете, это кропотливая работа. Всех написать. Но Индия недавно закончила 12-ю пятилетку. Довольно успешно развивается. Вы знаете, 7% в год в последние годы. Турция сейчас в середине 11-й пятилетки выполнение 6% развивается. Япония 12 пятилеток, 6 пятилеток выполнила и за 30 лет поднялась, вы знаете, по 10% в год в промышленности. Послевоенная Франция 6 пятилеток. И Франция первая создала комиссариат планирования, кто помнит, в 1947 году. И так далее, и так далее. Почему мы не применяем планирование, не знаю. Мое предложение сделать первый пятилетний план «Новая Россия» 26-30 года с главными показателями до 35-го года. Следующий слайд. Конец. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, Михаил Ларенович, вы в моем списке значитесь первым. Готовы ли вы сейчас выступить? Пожалуйста. Пожалуйста, Михаил Ларенович. Ну, не очень жестко так напоминаю про наш ориентировочный регламент. 15 минут. Ну, я постараюсь даже короче. Потому что очень интересный доклад академика Генбегяна. Я с ним вполне согласен, что наша система называется государственно-олигархический капитализм. Дело в том, что в России государство имеет особое значение. И, конечно, все страны, согласно общей теории, все страны должны проходить или проходят более-менее одинаковые этапы развития. Но есть особенности. И вот в России государство всегда имело большое влияние и значение. Развитие промышленности, мне кажется, не с Ивана Грозного, а с Петра Первого шло под влиянием государства. Оборонные заводы, которые инициировал Петр Первый, они там на Урале, в других местах, они делались за счет казны. И это было государственное влияние. Особенно сильно государство сказалось в развитии в конце XIX века, когда министр финансов был Витте, он стал строить за государственные деньги железные дороги и вкладывать инвестиции за счет государства. И я бы процитировал в этой связи Сергея Дмитриевича Бодрунова, который пишет. Таким образом, речь шла о крупных государственных капиталовложениях в инфраструктурные проекты, обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги во всем народном хозяйстве. Это вот под влиянием министра Витте в конце XIX века. Но в XIX веке и раньше Россия была феодальной страной и социально-экономическая система была феодальной. Но начало развития промышленности требовало развития перехода к следующей стадии, к стадии буржуазности, капитализма. И поэтому революция, которая произошла в России в 1917 году, в целом носила и два ее этапа, февраль и октябрь, носили буржуазно-демократический характер. И все 1920-е годы, хотя некоторые революции 1917 года называют социалистической, даже пролетарской, хотя пролетариата в это время было всего 3-5% от всего населения, из которых 40% этого пролетариата имело землю в деревне, и на время посевной и сборки урожая они уезжали в деревню, бросая эти заводы, то крестьянство в 1920-е годы жило, получило землю, и вот стали развиваться буржуазные отношения. В России было 80% населения страны, это были крестьяне. Естественно, все 1920-е годы, у нас даже официально назывался, система называлась государственной капитализм. Это в 28-м году, кажется, Рыков на очередном съезде партии говорил, у нас государственный капитализм, никто не говорил, что там какой-то социализм. Это Сталин придумал уже где-то в 30-х годах, когда началась массовая коллективизация, насильственное крестьянство, и многих даже ссылали, он почему-то объявил это социализмом. Но, по сути дела, была государственная капитализм, государственная система, развитие экономики. И, в общем-то, все свелось с того, что была диктатура одной партии, которая потом переросла в диктатуру одного лица. Но, с другой стороны, все это создало возможности для модернизации экономики России, индустриализации, которая в 30-х годах в Советском Союзе произошла. Она создала такую базу индустриальную, благодаря которой Советский Союз мог победить немецких фашистов в Великой Отечественной войне. Это большое достижение было. Все это было под влиянием государства и государственных предприятий. Темпы роста экономики России в 30-х годах Советского Союза темпы роста составляли 15-16% в год. Таких темпов никто не имел. А капиталистический мир в то время переживал мировой кризис с 1928 по 1933 год. И Советский Союз в 1929 году скупил 50% всех металлорежущих станков, которые были выпущены во всем мире. То есть Советский Союз благодаря государственному влиянию очень мощно и сильно развивался. Но когда вот эта самая диктатура ослабла и во времена Брежнева начали пробиваться с большей силой буржуазные интенции, буржуазные наклонности, а при Горбачеве они вообще стали доминировать. Я уже не говорю при Ельцине, они стали господствующими, эти буржуазные отношения. И действительно, социально-экономическая система России это система государственного капитализма, которая была которая сейчас есть. Очень хорошо в докладе Белгезовича Генбегана было показано, что у нас 70 процентов или даже больше предприятий находятся под государственным влиянием или государственным, или под контролем государства. это объективная неизбежность России. Государство должно активно влиять на экономику. И я согласен с Белгезовичем Генбеганом, что надо нам переходить и пятилетним планом, и без планирования, народно-хозяйственное планирование родилось в Советском Союзе и разработаны первые модели народно-хозяйственного планирования были в Советском Союзе. И два человека получили Нобелевскую премию за это Василий Леонтьев и Леонид Витальевич Конторович. Это большое достижение российских ученых в области планирования народного хозяйства. Но при этом создавая, разрабатывая государственные планы и пятилетние планы, государство должно активно влиять на развитие экономики, инвестировать, спрашивать, разработать систему того, чтобы эти планы выполнялись. Вот социально-экономическая система России, которая была в 19 веке феодальная, в 20 веке она пыталась освободиться от феодализма, но пока еще до сих пор остатки феодализма в социально-экономической системе, которая в целом буржуазная, но остатки феодализма еще есть. И от них надо, конечно, избавляться, но с помощью государства. Спасибо. Спасибо, Михаил Ларенович. Ваше выступление тоже вызывает вопросы, но мы их депонируем на конец нашей дискуссии. Хорошо. Вы тоже будете с нами, да, вот до часа? Да, да, я буду с вами, конечно. Сергей Александрович, ну теперь вот желали бы вы выступить и готовить. Да, пожалуйста. Да, большое спасибо. Большое спасибо за такое интересное мероприятие, за такой прекрасный доклад Абела Гезовича. Я бы хотел на двух вопросах остановиться. Они с собой так мало связаны, на первый взгляд, но, наверное, все-таки связь есть. Вот под впечатлением доклада Абела Гезовича хотелось бы отметить, что у нас действительно убогий финансовый рынок, ну практически нет его, когда предприятия финансируют свои инвестиции за счет собственных средств более чем наполовину, а то и больше, а еще четверть они берут от государства так или иначе, и на весь финансовый рынок и банковскую систему приходится там менее 25%, а некоторые компании, причем даже не мелкие, а такие середнячки, по крайней мере, они вообще к финансовой системе, к банковской не обращаются, это парадокс. Я знаю пример такой, ну предприятие федерального значения производит продукцию для всей России, и оно вообще не обращается за банковскими кредитами, потому что ну это невозможно, это сложно, там обманут, там жесткие условия, там эти залоги, проценты, неподъемные и прочее, прочее. И как-то они существуют, а существуют они вот так приземленно, они не могут развиваться, и поэтому в этом ответ на вопрос, что они могли бы нарастить производство своей продукции, если бы был доступный кредит, если бы был развитый финансовый сектор, но его нет, и они влачат существование на уровне выживания, и в ВВП не добавляют, из-за этого ВВП весь топчется. А с другой стороны, совершенно правильно Абел Гезович сказал про отсутствие госплана и привел вот замечательный этот пример с тем, что несколько десятков стран, начиная с 60-х, 40-х годов прибегло к этой технологии планирования. Ну и нужно отметить, что это никак не утаишь, это факт, они уже вошли во все учебники, и Франция, и Япония все-таки сделали свое экономическое чудо не благодаря финансовому рынку, а на первых порах, по крайней мере, благодаря планированию. Но здесь не нужно забывать и второй вопрос, что внедрение технологии планирования, пусть даже индикативного, все равно подразумевает необходимость определенного ограничения свобод, определенных административных методов, которые идут вопреки роли олигархата, которые заставляют олигархат вкладывать деньги туда, куда им бы, на первый взгляд, либо по их скудости ума, либо по причинам недальновидности или корысти, им не хочется вкладывать. Но вот как показывает опыт и Франции, и Японии, на первых порах приходилось заставлять олигархов вкладывать средства вот в эти направления, что привело в конечном счете к общенародному прекрасному результату, французское экономическое чудо, оно превосходило германское даже, а во-вторых, пошло на пользу тем же самым олигархам, они стали богаче благодаря развитию промышленного капитала на определенном этапе технологического развития, а не благодаря финансовым спекуляциям. и, соответственно, если полагаться на внедрение технологии планирования в народное хозяйство, то нужно применить и весь остальный комплекс инструментов экономической политики, направленный на ограничение определенных свобод распоряжения капиталом, включая, между прочим, те же самые валютные ограничения. Вот у нас 250, очередной рекорд, 250 миллиардов отток капитала в прошлом году за рубеж на фоне катастрофической, так сказать, внешнеполитической ситуации. И это воспринимается как нормальное явление. Но на самом деле после такого оттока ни о каких инвестициях и речи быть не может. И, соответственно, про экономический рост можно и не мечтать. Поэтому на мой взгляд, значит, такая последовательность событий могла быть применена в области корректировки экономической политики в России начинать с восстановления планирования и восстановления неких принудительных административных мер воздействия, включая возврат к валютным ограничениям, которые были в той же самой Франции и в Японии, тоже об этом написано в нашем учебниках. Существовали длительное время, несколько десятков лет. И по мере того, как их промышленный комплекс окреп, окрепла соответствующая финансовая система, после этого они переходили к либерализации финансовых рынков и валютных ограничений и стали уже больше развиваться на основе свободы финансовых рынков. Вот. Это первое практическое замечание, ну, а второе теоретическое и даже такое, я бы сказал, наверное, антологическое мнение выскажу о том, что действительно общая экономическая теория, господствующая, которая во всем мире распространена, является доминирующей, может быть, за исключением Китая, она переживает очередной по счету третий или уже четвертый кризис, который можно назвать системным, поскольку он связан с отживающим мирохозяйственным укладом американским и закономерности кризиса мейнстрима неоклассической экономической теории, они полностью соответствуют закономерностям развития мирохозяйственной системы, как английской, так и американской. Вот мы в своих исследованиях установили, что как бы расцвет экономической ортодоксии либо английской классической политэкономии, либо в 20 веке неоклассического синтеза на территории США неразрывно связан с преодолением этапа протекционистского развития, который был в начале или первой половине каждого века 19-20 и с временным промежутком примерно 30-40 лет второй половины каждого века, когда в условиях господства притрейдерского мирохозяйственного режима соответствующие идеи, выраженные, отражаемые экономической ортодоксией, неоклассическим синтезом США, вот этой экономикой, они были наиболее адекватны реальностью. Но уже начиная с 80-х годов ортодоксия теряет связь реальность, многократно описано, обсуждено на этот счет и целые выходят бесконечные статьи в журналах и уже западные экономисты сами группируются в общество так называемой реальной экономики или реальный экономикс, экономикс реального мира, как они называют, попытки модернизировать вот эту теорию, которая преподается до сих пор во всем мире, подладить ее под существующие предходящие процессы. Но глубина этих происходящих процессов настолько велика, что здесь вот такими косметическими мерами исправить, на мой взгляд, уже невозможно. То есть нужно быть готовым и нам пытаться разрабатывать новый антологический и гносологический базис экономической теории нового мирохозяйственного уклада, в котором Россия, увы, не будет лидером, но если получится, она займет позиции, так сказать, второго догоняющего эшелона и в условиях отсутствия полной монополии одного геополитического центра, как это было, особенно в 20 веке, у нее есть возможность сформировать эту экономическую теорию, руководствоваться ею, и это будет означать экономический базис суверенного развития. Одним из штрихов такой теории, на мой взгляд, должен быть отказ от существующей вот уже 200 лет с лишним, идущие от Смита Рикарда Милли, продолженные далее маржиналистами и неоклассиками, парадигмы равновесия и эквивалентного обмена, как основополагающих идей в экономике. Вот эти идеи в разных оболочках, они присутствуют, они доминируют в современных учебных курсах, и у студентов складывается впечатление, что рыночная экономика, она безошибочно хороша, так сказать, она прекрасно работает в случае, если соблюдаются вот эти принципы, и надо просто существующую хозяйственную систему, политическую, правовую и так далее систему подводить под необходимый соответствующий этим принципам, чтобы везде соблюдался эквивалентный обмен, на каждом уровне хозяйственной системы должно быть сцепление к равновесию. это понятно, о чем я говорю, это вот микроэкономическая парадигма вся в этом откроена. Вот, на мой взгляд, нужно возвращаться и переосмысливать на новом этапе старую подзабытную парадигму, которую можно назвать парадигмой конкурентной или парадигмой неэквивалентного обмена, на которой развивалась несколько веков экономическая мысль меркантилизма и экономическая мысль германской исторической школы. В частности, в последней очень полезное основание методологическое заключается в том, что не надо приравнивать обмен социокультурных благ общественного назначения к благам материальным, что проведено в английско-американской ортодоксии. Германская историческая школа пыталась придать социокультурным благам особый статус и на этом основании она не разделяла парадигму эквивалентного обмена, которую пропагандировали, повторюсь, как классики, так и неоклассики и в конечном счете они сформировали ту картину мира, в которой мы сейчас находим множество недостатков. Вот Наталья Геннадьевна прекрасно показывает эти недостатки на примере высшего образования. Большое спасибо. Спасибо большое, Сергей Александрович, за то, что вы к нам присоединились и выступили с интересным докладом. Вот вы затронули новую, так сказать, проблему, проблему науки, проблему образования. Понимаете, каждая система так или иначе отражалась какой-то научной системы, сопровождалась, нормативно обеспечивалась, может быть, даже можно употребить понятие вдохновлялась. То есть каждая система сопровождалась какой-то наукой. Вот я сейчас не буду излагать подробно свою точку зрения, но эти 30 лет ведь тоже мы сопровождались некоторой наукой, некоторыми ее носителями, некоторыми направлениями этой науки. Это тоже вопрос специального рассмотрения. Но сейчас я хотел бы предварить. Знаете, мы совершенно справедливо критически относимся к складывающейся системе, к ее функциональным возможностям. С разных сторон мы критически на нее смотрим. Но в этой связи, уважаемые коллеги, мы может быть и потом в конце это обсудим, но может быть предстоящие докладчики обратят внимание вот на что. Президент наш сперва в послании федеральному собранию, второй раз в своем выступлении на съезде Союза промышленников и предпринимателей заявил следующее, что наша экономика уже пошла в циклический рост. Не в восстановительный рост от шока в санкционных, а именно в циклический рост. Причем он сказал, что он опирается на мнение специалистов, то есть наших коллег. Ну и знаете, если у кого-то из будущих докладчиков будет возможность на это как-то среагировать, если нет, может быть, мы как-то затронем это потом в нашей дискуссии. Здравствуйте еще раз, коллеги. Тема моего выступления «Россия и противоречия многополярного мира». Я хочу начать с того, что о полюсах экономического развития можно говорить, начиная с аграрной стадии развития производительных сил. Но на аграрной стадии полюсы развития носили очагово изолированные друг от друга характер. Вот берем Древний Рим и Китай, они развивались изолированно и даже не знали о существовании друг друга. То есть тогда ресурсов хватало на всех и теоретически каждый полюс развития мог развиваться изолированно и не быть связанным с другим. Индустриальная стадия развития производительных сил привела к тому, что по-прежнему полюсов может быть несколько, но мировая экономика это уже системное целое, это не разорванный на части мир, и все полюсы развития играют с одной суммой мировых ресурсов. Раз сумма одна, значит начинается конкуренция и эти полюсы начнут бороться между собой. Заканчивается этот период борьбой СССР и США, вот два полюса основных развития мирового, и они борются между собой. Если мы переходим на следующую стадию развития производительных сил, там как угодно можно ее называть, я называю информационной стадией, вот мы на нее переходим. И если следовать той логике, которую я следую, то получается, что на этой стадии развития производительных сил места на планете есть только для одного полюса развития. На два полюса уже ресурсов не хватает. Мы и так уже планету перегрузили фактически, и с большим напряжением сил можем содержать только один полюс мирового развития. И казалось бы, что мир так и развивается. Вот США побеждает, СССР остается один полюс развития на планете. Это как бы модель однополярного капиталистического мира сформировалась. Россия в этой модели ищет свое какое-то место в этой иерархии, но какое неизвестно. Однако события последних лет показывают, что эта логика нарушена, что мир все-таки движется в сторону многополярности. И возникает вопрос, как быть в этой ситуации. Если образуется полюс еще один, то для этого полюса нужны ресурсы большие. Они нужны потому, что полюс экономического развития? Это страна или группа стран, которые производят основной комплекс инновационных продуктов. На инновации нужны огромные ресурсы. И для существования многих полюсов развития ресурсов нет на планете сегодня. В этом главная противоречие многополярного мира. Об этом все сейчас говорят, многополярный мир у нас формируется, а ресурс это на него где взять? Один конкурирующих полюсов на что содержать? И возникает вот это противоречие как из него выйти? Из него выйти можно одним путем. Формирующиеся полюсы развития должны между собой договориться. О чем договориться? Договорится о том, что каждый полюс развития берет на себя какую-то часть инновационных продуктов планеты и их производит и они этими продуктами обмениваются между собой. Не каждый полюс весь комплекс инноваций на себя берет как конкурент. А вот эти полюсы берут на себя части какие-то определенные и сотрудничают. Но тогда получается, что реально возможен не однополярный мир, реально возможен не многополярный мир, а возможен так называемый многополярный однополярный мир. Только эта модель оказывается неспособной. Это договаривание, о котором я сейчас сказал, оно возможно только как общепланетарное планирование. Как еще можно договориться? Только планируя в масштабах планеты вот это распределение инноваций по отдельным полюсам развития и кооперация между ними. У России есть шанс образовать самостоятельный полюс развития, только усиливая планирование, об этом все сегодня говорили, я присоединяюсь. То есть получается, мы должны формировать смешанную экономику, где доминирует план, не рынок, а план. Почему именно так? Если почему именно эта траектория у нас реально невыгодная? Если весь мир будет сдвигаться в сторону плана, а это весьма модель многополярного мира, то мы будем работать на опережение. У нас возникает определенные институциональные преимущества опережающие. Это первая причина. Вторая причина статус самостоятельного полиса развития возможен только если мы являемся источником инновации. Если ты не являешься источником инновации, ты не полис развития. Так вот сегодня Абел Гезович очень хорошо показал, как у нас обстоят дела с инновациями. Я могу лишь добавить, что по тем данным, которым я располагаю, у нас затраты на неокр сегодня в 11 раз меньше, чем в Китае, в 14 раз меньше, чем в США. По абсолютным размерам наши затраты на неокр составляют 80% одной только лишь Англии, что говорить во всем коллективном Западе. поэтому у нас есть какой-то шанс на получение статуса самостоятельного полиса развития только в том случае, если мы по плану мобилизуем ресурсы на научно-техническое развитие. То есть шанс такой довольно сомнительный, хлипкий, но все-таки он появляется. Та политико-экономическая модель, которая существует сегодня, она нам такого шанса не дает. Единственная здесь проблема и вопрос одновременно, вот Абел Гезович говорил о том, что для нашего успешного дальнейшего развития необходимо разгусорствление и одновременный переход к пятилетнему планированию. Насчет пятилетнего планирования я здесь абсолютно согласен, но вот я не совсем понимаю, как можно совместить переход к пятилетнему планированию и одновременно разгусорствление. Если у нас происходит государствление, то мы теряем рычаги внедрения этих планов в реальную жизнь, выполнения этих планов. Вот этот вопрос, конечно, хотелось бы обсудить дополнительно, но в целом я согласен с общей линией рассуждения наших докладчиков, планирование нам необходимо. Конечно, то, о чем я сейчас говорю, основано на фундаментальной характеристике современных производительных сил, а именно на той характеристике, что современные производительные силы расходуют вещества природы больше, чем природа может восстановить. То есть мы постоянно проедаем экологию и ресурсы. Гипотетически, конечно, можно рассуждать о том, что человечество совершит в ближайшее время скачок в развитии производительных сил и разорвет эту порученную зависимость. В каком смысле? Либо мы получим доступ к неограниченным ресурсам за пределами планеты, либо мы создадим такие технологии, которые позволят природе восстанавливаться, не тратить больше, чем мы тратим, получается, не больше, чем природа восстанавливает, а наоборот. Тогда каждый потенциальный полюс развития получает доступ к неограниченным ресурсам, и тогда мир станет другим вообще. Не таким, о котором я сейчас говорил, но это как бы чистой воды гипотеза произойдет или не произойдет, мы не знаем, а вот реальность такова, что мы имеем шанс, только усиливая план внутри нашей экономики. Спасибо за внимание. Вы закончили свой доклад? Да, да, все, спасибо, я закончил. Большое спасибо от уважаемых коллегий, тема моего выступления экономический рост в Советской России и качество инклюзивной справедливости. Вот эту тему я разрабатываю достаточно давно много мы публиковали в том числе с Павелом Владимировичем Александром Владимировичем и другими коллегами совместных статей, поэтому в докладе я не буду подробно все вопросы разбирать. Вот отсылаю всех интересующихся к нашим публикациям, которых в прошлом году вышло достаточно много. Я хотел бы остановиться на некоторых аспектах заявленной темы. Ну прежде всего напомню вот этот график, общий характеристик экономического роста постсоветской России, который показывает, что да, действительно, мы очень скромно приросли за последние 30 лет всего лишь в районе 17, ну максимум 20%, если считать вот 90-го года в качестве базового. В то время как мировая экономика за указанный период времени выросла почти в 3 раза на 270%. Соответственно, отставание траектории экономического роста России от мировой траектории, оно не только не сократилось, оно даже усилилось. Вот если мы посмотрим на период 2000-х годов, то здесь происходило сокращение отставания, поскольку Россия тогда росла темпом роста 27% выше среднемирового. Но после кризиса 2009-го года всякий рост практически остановился, и вот за последующие десятилетия отставание от траектории мирового развития, оно только усилилось. Можно этот график проинтерпретировать и по-другому. Вот если взять график годовых приростов российского реального ВВП и посчитать средний темп прироста за все 30 лет, то он окажется на уровне 0,8%. То есть вот эта желтая линия на графике она показывает средний темп прироста, который складывается, если мы все фактические приросты усредним. То есть получается за 30 лет экономика России росла средним темпом менее 1% в год. Что, конечно, является печальной характеристикой сложившейся экономической системе. Вот в этой связи я хотел бы от вопросов количественных перейти и к вопросам качества роста. Прежде всего, завершая разговор о количестве, отметил, что накопленное отставание по оценкам моим от траектории роста мировой экономики составило 18,5 единиц ВВП 90-го года. То есть это та самая площадь, которую можно на данном графике представить как разницу между верхней траекторией мировой экономики и российской траекторией. Площадь этой фигуры будет равна 18,5 единиц ВВП 90-го года. Кроме того, что мы количественно отстали, рост российской экономики сопровождался низким качеством. Но известно, что происходило доиндустриализация российской экономики, я не буду подробно углубляться в этот вопрос. В качестве примера можно привести оценку индекса экономической сложности, хотя этот индекс тоже имеет ряд недостатков, но тем не менее он косвенно характеризует сложность технологичной продаваемой продукции на экспорт. В Китае индекс экономической сложности увеличивался, в России он не изменился. Далее существенный прирост голового внутреннего продукта достигался за счет транзакционного сектора, который включает торговлю, финансовые посредничества и услуги и прочие услуги, не являющиеся высокотехнологичными. По моим оценкам на такой прирост пришлось 53%. воловой добавленной стоимости за период 2003 по 2019 годы. Ну и конечно наша ос сопровождалась усилением неравенства доходов, об этом подробно говорил в своем докладе, я подробно не буду комментировать. прокомментирую только второй пункт по поводу транзакционного сектора. Вот даже если взять структуру воловой добавленной стоимости российской экономики по видам экономической деятельности, то видно, что обрабатывающее производство добавляет всего лишь около 14% ВВП, в то время как такие виды деятельности, как финансы, страхования, операции с недвижимостью добавляют 15% в сумме больше всего обрабатывающего производства. Тогда можно еще добавить административную деятельность, тоже транзакционную по большому счету. Часть деятельности в сфере госуправления, которая также носит транзакционный характер. То есть вот такого рода вида деятельности, они создают значительную часть ВВП. Если с торговлей, то это будет уже более 40% в итоге. Соответственно, высокотехнологичная наукоемкая деятельность и собственно производство материальное, оно оказывается меньше вклад в носик. В этой связи, кстати, хотел бы остановиться на таком теоретическом вопросе, который сейчас дискутируется экономистами, не относящимися к мейнстриму, а сторонниками альтернативных подходов. Этот вопрос вообще с него начиналась экономическая наука. Собственно, а где кончается экономическое производство и начинается перераспределение созданной ценности? Хотел бы напомнить, что в 2009 вышел доклад комиссии Стиглица по поводу системы национальных счетов и ее достоинств и недостатков, но этот доклад носил частичный характер, были предложены некоторые корректировки системы национальных счетов, но фундаментальную проблему разграничения производства и перераспределения стоимости он не решил. Другие авторы этот вопрос ставят. Здесь я привел работы двух авторов, они переведены на русский язык, можно ознакомиться в русском переводе. Соответственно, вопрос о производительном и непроизводительном труде и о том, где кончается производство и начинается перераспределение, он сейчас диспутируется. В частности, финансовый сектор. в современную систему национальных счетов он считается производителем. Сколько финансовые посредники добавят, запишут в своих счетах, только в ВВП и добавятся. Но насколько это действительно так? И в частности, в работе Масуката показано, что растущая финансиализация в том, в мировой экономике американской, она тормозит экономический рост. Рост финансионализации он сдерживает инвестиции вместо того, чтобы их стимулировать. И в этой связи данные о том, что в США, в Европе доля финансовых активов многократно выше, чем в России, мне кажется, этой оценке следует относиться с осторожностью. И не стоит нам на них ориентироваться буквально по этому показателю, поскольку здесь есть опасность пойти по ложному пути финансиализации, накручивания искусственной всякого рода стоимости и утраты реальных инвестиций. Потому что вместо того, чтобы делать реальные инвестиции, многим компаниям выгоднее вкладывать средства в выкуп собственных акций и в повышение капитализации на фондовом рынке. А инвестиции в реальное производство от этого страдают. Вот это тоже к вопросу о качестве роста и собственно качестве статистики, что собственно измеряется и рост чего мы хотим получить. Но это вопрос очень сложный и требующий широкой дискуссии. И пока мы находимся в сложившейся системе национальных счетов, у нас так или иначе будут искажения возникать при оценке экономических деятельности. Ну и в завершении своего доклада пару слов хотел бы посвятить вопросу о соотношении инклюзивного и справедливого роста. Термин инклюзивный рост тоже очень модный термин, он активно используется в современных публикациях, но это понятие без четкого содержания. Инклюзивность вообще это вовлеченность во что-то, участие в чем-то, предполагается, что это участие в экономической и социальной жизни более активное по сравнению с неинклюзивным ростом. При этом трактовка инклюзивности может быть самая разная, может быть даже либеральная трактовка, которая считает, что условия глобализации при минимизации государства имеют место инклюзивный рост. Ну, а противоположная трактовка социальная, здесь предполагается, что инклюзивный рост это такой рост, который устраняет остущее неравенство и способствует устойчивости в разных ее проявлениях долговой, демографической, значит, нагрузка на окружающую среду и прочее. Но я хотел бы что-то предложить вместо инклюзивного роста использовать более понятный термин «справедливый рост», которому тоже можно подискутировать по поводу его содержания. Но, как мне кажется, «справедливый экономический рост» мог бы опираться на три элемента. Во-первых, темпы роста при всех оговорках касательно системы национальных счетов и вклада финансовой деятельности, которая, вообще говоря, не производит, а перераспределяет стоимость. Но для России все-таки это важная проблема. Мы слишком долго отставали от мировой экономики. Если темпы роста у нас останутся слишком низкими, то Россия может выпасть из-за числа ведущих мировых держав. В этом смысле для России важно сохранение темпов роста не ниже среднемировых. Но самое главное это структура роста. Что растет и за счет чего растет. Происходит ли рост высокотехнологичных и наукоемких видов деятельности, которые способствуют развитию всей системы производительных сил и открытие человеческого потенциала. Либо это рост трансфункционных видов деятельности, которые в СНФ учитываются при добавлении к ВВП, но не способствуют развитию производительных сил по большому счету. третий аспект о нем многие пишут, говорят, применительные конкульзивному росту это неравенство. То есть распределение результатов роста, как меняется социально-экономическое неравенство. Остается ли оно в социально приемлемых рамках или усиливается. Я не буду приводить здесь конкретные цифры, тем более, что в докладе обелодерживаются они изучали очень подробно. Хотел бы остановиться на таких концептуальных вещах, поставить вопросы, возможно, для дальнейшего обсуждения. Спасибо за внимание. Иван Михайлович, спасибо большое за доклад, который сопровождался презентацией. У нас остается последний из запланированных докладов. Это доклад Александра Владимировича Бузгалина. Мы ему дали возможность отдохнуть, но дальше отступать некуда. Александр Твой доклад последний, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел не только передохнуть после лекции, но и послушать сообщения всех участников нашего круглого стола. Прежде всего, позвольте от имени редколлегии журнала «Вопросы политэкономии» поблагодарить очень известных ученых, у нас и профессора, и заведующие кафедрами, академики Абел Гезович, я хочу вас поприветствовать особо. Сергей Глазев обещал потом дать материал в наши видеоматериалы, публикацию «Вопросы политической экономии». Я думаю, Касей Назаревич сказал уже в начале, что материалы круглого стола будут опубликованы во втором номере журнала «Вопросы политической экономии», если мы будем дисциплинированы, либо в виде отредактированных стенограмм, либо в виде самостоятельных статей, как вы сочтете необходимым. А сейчас я хотел бы подчеркнуть несколько тезисов, которые, возможно, звучали в обсуждении. Я две пары вынужден был читать лекции с девяти утра, но в любом случае они, на мой взгляд, принципиально важны. Первое. Необходим политико-экономический диагноз того, чем является социально-экономическая система России в последних десятилетиях. При этом, хотя определенные реформации в последние годы наметились, основы экономической системы остаются теми же, что и на протяжении предшествующих лет, включая и 90-е годы. Последний тезис, наверное, покажется спорным, но я попробую его аргументировать. Итак, политическая экономия обращает внимание на производительные силы и производственные отношения. То, о чем обычно забывают говорить экономисты, предпочитая рассумышлять об институтах в лучшем случае, либо о макроэкономических показателях в худшем случае. Это ни в коем случае не критика доклада Ивана Михайловича Тинякова, который как раз политэкономические основания в проблемы роста и вводит. Это просто констатация ситуации. Если говорить о производительных силах, то Россия находится в классическом состоянии полупериферийной экономики с глубокими противоречиями в технологической структуре, в качестве средств производства и в качестве рабочей силы. С одной стороны, мы являемся страной, где развиты современные высокие технологии в ряде сфер, и не только космос и атом. В этих же сферах присутствуют специалисты мирового уровня, в этих же сферах используется современное оборудование, но, к сожалению, в основном не наше оборудование, хотя у нас оно используется. И в этом смысле мы обладаем потенциалом, где мы находимся на мировом уровне. это прежде всего не промышленность, а прежде всего фундаментальная наука, образование и значительная часть культуры, не шоу-бизнес. Эти сферы принято как бы исключать из экономического анализа в большинстве случаев. Между тем, это и сферы развития человека, то есть важнейшей цели экономики, и сферы роста материального производства, поскольку без науки образования и культуры не растет в современных условиях, и основа прогресса технологий как подсистемы материального производства. И здесь есть чем гордиться нашей стране, до сих пор сохраняется этот задел. Но, к сожалению, большинство остальных сфер остается на уровне либо полупериферийных стран, скажем, условно, уровень Латинской Америки, либо в еще худшем положении, если говорить о качестве жизни в российской глубинке, если говорить о многих экологических проблемах и так далее. Это характеристика производительных сил. Характеристика производственных отношений, к сожалению, будет примерно такой же. Это система отношений позднего капитализма, характерная для полупериферийной страны, с большой спецификой, связанной с историческим наследием нашей экономической, политической, культурной и так далее системы. Давайте дадим ему этому состоянию теоретическую квалификацию. Я воспользуюсь положениями, которые были аргументированы в работах, написанных в конце 90-х, нулевые годы и в начале десятых годов 21 века. Это работы нашего коллеги, члена коллегии нашего журнала, к сожалению, ушедшего от нас, профессора Цаголова. Опираясь на работы Миншикова, опираясь на ряд других замечательных исследований, опираясь на работы Султана Сафарбича Дзарасова, его сына Руслана Султановича Дзарасова, профессор Цаголов показал, что Россия это страна олигархически бюрократического капитализма. Показал во многом публицистически, я хочу подчеркнуть, что параллельно с Андреем Ивановичем Колгановым мы сделали с Андреем Ивановичем Колгановым сходный вывод и, пожалуй, впервые немного в других терминах он был обнародован еще в 1993-94 годах, в частности в учебнике «Переходная экономика», ну и в серии статей, которые ему были предпосланы. В чем смысл этого вывода, этого термина? Он достаточно содержателен, он говорит о том, что главная экономико-политическая власть в стране принадлежит государственной бюрократии, сращенной с крупным капиталом, имеющим форму олигархического капитала, то есть построенного как определенная пирамида власти и не просто акционерное общество, не просто самовозрастающая стоимость в форме корпорации, не просто фирма, а именно олигархическая структура, пирамида экономической политической власти, которая включает в себя финансовую власть, управленческие властные отношения, контроль за потоками информации, кадровый контроль, владение акциями в данном случае является одним из каналов, но не более того. Эта система, как правило, сопровождается отношениями формализованного неформализованного насилия. То, что охранные структуры существуют у каждой крупной корпорации, в ряде случаев представляют из себя значительный волевой ресурс, я скажу мягко, ни для кого не секрет. В 90-е годы они носили неформальный характер, сейчас они в значительной степени формализованы. Вот эти олигархические структуры обладают способностью манипулировать, как и в других странах, другими акторами рынка, но большая специфика России в том, что особенно в последние десятилетия они работают в сращенности с государственным аппаратом и в значительной степени под контролем государственного аппарата, постепенно подчиняясь этому государственному аппарату. Но цели их функционирования в целом остаются едиными. Вот это основа квалификации нашего капитализма как олигархически бюрократического. Отсюда целый ряд следствий. В области отношения локации ресурсов, соотношения плана рынка. Мы имеем рынок, который контролируется не просто монополистическими союзами. Этого мало. Так сказать, будет слишком мало, потому что формальный монополизм в России велик, но не слишком велик, он на уровне многих других стран мира. Реальный же контроль корпораций за жизнью, причем не только экономики, но и жизнью населения общественными процессами очень велик. Особенно в регионах, где, скажем, крупнейшие корпорации сырьевые практически полностью контролируют регионы в их социальной, культурной, даже внутриполитической, внутрирегиональной жизни. Второе. Государство осуществляет руководство не только методами классического государственно-монополистического капитализма, я использую эту фразу, но и другими специфическими для России методами. Кстати, попутно я хотел бы всем нам напомнить про те замечательные учебники империализма, которые были написаны в конце советского периода. И в частности про вторую часть первого тома курса политэкономии под редакцией Николая Александровича Голова, а также ряд материалов, которые изучались нами, студентами экономфака 70-х годов в рамках спецсеминара по империализму. Система функций государства, его сращенности с капиталом, механизмов функционирования, подавления и регулирования других акторов рынка и экономики там были описаны совершенно замечательно и гораздо богаче, чем в учебниках макроэкономики современных, не говоря уже о микроэкономическом подходе. И даже институциональной экономической системе, где это немножко больше все-таки сказано. Так вот, в России это государственное регулирование носит не столько характер планирования, как такового селективного, индикативного планирования в России нет, есть прогнозы, есть разрозненные национальные проекты, программы, большинство из которых не выполняется, как вы хорошо знаете. Как такового долгосрочного, стабильного планирования с отчетностью, ответственностью, анализом выполнения, подкрепленного соответствующими институтами в области промышленной политики, у нас, ну скажем так, не было, сейчас что-то зарождается. Активная промышленная политика проводилась и проводится спорадически, хотя сейчас она резко усилилась. Слава Богу, ее перестали критиковать, как нечто абсолютно негативное и мешающее рынку. Но специфика России состоит в том, что у нас есть ручное управление и теневое государственное регулирование экономики. О теневом государственном регулировании экономики говорить не принято, а в России оно играет очень большую роль. Причем теневое не значит негативное. Это теневое воздействие, как правило, осуществляемое в ручном режиме, может вполне работать на интересы общества, на национальные интересы и так далее. Но оно осуществляется вне формальных экономических правил игры и в ряде случаев вне, не против, не анти, а вне существующего законодательства. То же самое касается ручного управления, когда ответственные лица государства, начиная от уровня деревни и заканчивая федеральным уровнем, могут выдавать неформальные указания кому угодно, частному бизнесу, общественным организациям, не говоря уже о государственных структурах, и эти акторы, как правило, вынуждены выполнять эти указания. Опять-таки, на пользу или во вред они идут общенациональным интересом, это вопрос каждого отдельного случая, но то, что такое регулирование у нас активно присутствует, это факт. Это большая специфика России, связанная с таким клэшем двух трендов, двух традиций. Одна традиция либеральная экономическая модель, которая была установлена в 90-е годы и сохранялась до недавнего времени. другая это мощная традиция Советского Союза, которая до конца не ушла и сохранилась в силу необходимости, потому что и производительные силы, и население, и культурные традиции, и политические даже традиции, социально-политические традиции российского народа во многом наследуют советские принципы. Я сошлюсь только на то, что подавляющее большинство, порядка 70% по разным опросам в разное время населения России считают, что в стране должен быть прогрессивный подоходный налог, образование и здравоохранение должны быть бесплатными, неравенство должно быть существенно ниже, чем сейчас, бедности не должно быть вообще и так далее. Это принципиально нелиберальные установки. Вот соединение нелиберальных традиций производительных сил, которые требуют общегосударственного регулирования в силу масштабов, специфики структуры, противоречий этой структуры, о чем я говорю, и неолиберальной экономической политики на протяжении десятилетий, вот эти противоречия приводят к тому, что возникает неформальное теневое государственное регулирование, ручное управление и так далее. В области отношений собственности я специально хотел бы подчеркнуть, складываются тоже отношения прямо взаимосвязанные с родовой характеристикой, о которой я сказал в самом начале, олигархическим бюрократическим капитализмом. Многие отношения собственности у нас внутренне противоречивы. И содержание собственности, экономическое содержание, социально-экономические отношения, лежащие в основе того или другого феномена собственности, могут находиться в существенном диссонансе с формой. У нас много формально частных предприятий, которые реально находятся под государственным контролем и действуют как государственные по существу. У нас есть в то же время государственные предприятия, которые формально находятся в собственности страны или федерального уровня, регионального уровня и так далее, но реально действуют как частные предприятия, в частности Извините за частность все время. В работах Руслана Салтановича Дзарасова и его коллег было показано, как реально это устроено в российской экономике. Вот это расхождение форм и содержание собственности – это одна из характерных черт российской системы, поэтому чисто статистически, исходя из юридических форм, судить о том, что в России государственное, что частное, можно с очень большим приближением и, скорее всего, политэкономически, с политэкономической точки зрения этот подход будет просто неправомерен и некорректные выводы, хотя они будут статистически обоснованы, на первый взгляд. Соответственно, также устроено отношение распределения, где уровень социального неравенства явно характерен для периферии, более 15 раз разрыв 10% бедных и богатых, как известно, где, к тому же, присутствуют неформальные неравенства, где присутствует образовательная сегрегация, сегрегация в области доступа к медицине. Вот Наталья Геннадьевна Яковлова писала об этом применительно к образованию, есть работы в области медицины профессора Александровой и ряда других исследователей. Ну и, наконец, касательно роста, все это закономерно приводит к тому, что экономическая динамика даже на уровне формальных стоимостных показателей, таких как ВВП, справедливо подвергнутые критике, я думаю, не только Иван Михайлович, но, скорее всего, об этом говорили и предшествующие докладчики, оказываются на низком уровне, а качественные результаты оказываются на уровне чрезвычайно низком, о чем говорил не раз академик Аганбегян в своих публикациях, докладах в Вольном академическом обществе, и, я думаю, он какую-то, как мне сказали, новую очень важную информацию представил на нашем круглом столе. То есть это результат того, что в России такие производственные отношения. Это не результат чьих-то ошибок, это не результат того, что кто-то в руководстве чего-то не понимает, это не результат того, что мы не так посоветовали. Мы советуем то, что выгодно тем, кто руководит, а они действуют так, им это выгодно так, потому что такая система производственных отношений. Давайте будем материалистами, политэкономами. Вот это короткий такой скетч, характеризующий российскую экономическую систему. Ну и дальше, по идее, надо было продолжить про отношения воспроизводства, но главное об этом я сказал, что вместо целей развития, и вот в частности соединения роста, причем ключевых сфер экономики, развивающих производительные силы, прежде всего человека, технологий, раз, социальных результатов и человеческой развития, два, достойного эффективного уровня неравенства, который не ведет к глубоким антагонистическим социальным противоречиям, три и так далее. Вот такое воспроизводство не работает, поскольку отношения локации ресурсов, отношения собственности, отношения распределения толкают к другому воспроизводству, где происходит социальная поляризация, где устойчиво остается мирового уровня достижением количества миллиардеров долларов в стране. Вот здесь мы в первых рейтингах находимся на протяжении всех этих десятилетий, где каждый год руководители страны говорят о том, что нам надо срочно решить проблему бедности и так далее и тому подобное. К сожалению, несколько пессимистичная картина получилась, но было бы странно ожидать от ученого радужной картины, при том, что темпы роста страны составляют один, максимум два процента в год на протяжении десятилетий, усредненные, при том, что сейчас они, мягко говоря, не в лучшем состоянии, объективным и не только объективным причинам, и при том, что Россия отстает от остальных стран мира, включая основных наших соперников в геополитэкономическом пространстве, США, Западную Европу, не говоря уже про Китай, Индию и другие страны с опережающим развитие. Поэтому пессимизм и жесткость характеристики, на мой взгляд, неизбежны в силу таких объективных условий бытия нашей российской экономической системы. Из этой ситуации есть выход, выход, который довольно однозначно охарактеризован в докладах целой серии ученых. Глазиев, Агатбегян, Гринберг, Руслан Семенович в свое время. Я не буду перечислять дальше академиков. Наша кафедра политической экономии, об этом писал, была коллективная работа Ивана Михайловича, Кайсина Заредовича, Катя Тинякова и Бузгалина. Ну и уже 30 лет переиздается программа «Стратегия опережающего развития Бузгалина и Колганова». Глазиев потом написал книгу с таким же названием, которая, к сожалению, вот эти все 30 лет остается актуальной, но которую мы как-нибудь потом еще раз обновим для вопросов политэкономии. Спасибо, извините, что я несколько раздержал ваше внимание. Спасибо, Александр Иванович. Я хочу сказать, ты не единственный был в таких, в общем-то, мрачных характеристиках нашей экономики. Такой-то он задавал Абелл Гезович изначально, дальше он был поддержан буквально всеми участниками. Мы даже не вспомнили о том, где мы какие-то имеем успехи, например, в сельском хозяйстве, в строительстве жилья и так далее. Так что нельзя сказать, что… Тогда в заключении хоть скажи немножко позитива. Кстати, в образовании Россия остается от других стран, гораздо меньше и даже не отстает. Ты знаешь, образование, вот как это ни странно, мы считаемся среди стран с очень высоким уровнем образования. Но Абелл Гезович показал, по средствам, которые мы выделяем в эту сферу, мы находимся на одном из самых последних мест. То есть, этому вопросу тоже было уделено внимание в докладе Абелл Гезовича. Анатолий Николаевич, вы можете начать свое выступление? Спасибо. Все выступающие были столичные, я выступаю из Челнов. Вообще, может быть, не выступление даже будет. Я хотел сформулировать свой вопрос. Вы сказали, что полемика должна быть, а Абелл Гезовича выступление больше полезное. Потом мы перейдем к вопросам уже. Спасибо журналу «Политэкономия», Аксен Владимировичу, Аксен Зреповичу, что такую работу привели. Эта работа очень важная. Это вот как раз то, что Абелл Гезович, это вдохновляющая часть. Мы будем получать информацию отсюда и будем передавать в своих занятиях. Что я хотел сказать и какой вопрос сформулировать? Конечно же, то, что привели данные Абелл Гезовича и тот еще ряд выступающих, по сути, все были вопросы, то, что мы имеем в России сегодня. Они печальны и в экономике, и в северообразовании, и в северообразовании, и в северообразовании, и в северообразовании, и в северообразовании по всем. Но, однако, если подход политэкономический, нам, конечно, надо знать, чтобы диагноз был правильный. Почему так произошло? Это может быть неправильная застегнутая первая пуговица, как и в Кассен Зрепович. Может быть, сама методология. То есть вопрос касается того, что в 90-е годы мы стартовали, возможно, что вашингтонский консенсус этому повлиял. Этому нужно все равно одетать надо и студентам, и аспирантам, и нам самим. Почему это произошло? То есть вина в этом заключается в самой методологии мейнстрима. Нужно пересмотреть. Мы сейчас, вот сегодня уже видели, что мы сейчас постигаем на многие мейнстримы, и равновесие сейчас хотим критиковать, снять его с повестки дня. Закон стоимости хотим снять, его игнорировать. Но требуется найти другой подход. Какой он подход, вот мы сейчас предлагаем. То есть мне вопрос такой вот, Абельгезович. Как вы считаете, получившийся результат сегодня экономика России, он является во многом результатом 90-х годов, вашингтонского консенсуса. То есть первый угловик с 90-х годов был неправильно застегнутый. Возможно в этом. То есть считаете, допустим, что нужно пересмотреть, в принципе, саму экономическую теорию, экономическую науку, с точки как методологии, как парадигмы. Как вы считаете, Абельгезович? Вопрос задал. Хорошо. Мы твой вопрос запомним. Теперь, Василий Владимирович, пожалуйста, вам предоставляется. Спасибо. Очень короткое выступление. Название у него примерно такое. Предпосылки смены моделей функционирования и развития России. Предпосылки. Их четыре. Я их сразу назову. На мой взгляд, четыре. Первая предпосылка. Деградация капитализма как рыночного хозяйства общемирового. Вторая предпосылка. Невозможность конкурентности с другими государствами, силу малочистости населения и того состояния экономии, производительных сил, которые мы на нынешний момент имеем. Третья предпосылка. Падение ценности, качества, образа жизни. И четвертая предпосылка. Формирование многомерной модели биовремени человека в рамках глобального разрушения биосферы и смены эволюции жизни. Это формулировки. Маленький комментарий, очень короткий. Когда Карл Маркс в своем капитале с подзаголовком «Критики политической экономии», это не случайно подзаголовок был, убрал человека, а оставил только его рабочую силу, то он через анализ производства продукта в вещественной форме, как продукта промышленной революции сделал, то это было воспринято как гениальнейшее открытие законов и экономики. Ну так ли это? Экономикой ли занимался Марс? Нет, он занимался производством промышленным. Когда мы имели с вами народное хозяйство в нашем СССР, и у нас были отрасли народного хозяйства, мы потом взяли потихонечку понятие народное хозяйство, убрали, и поставили понятие экономикой страны. Под экономикой мы понимали все-таки не экономику как таковую, не экономические отношения, которые всегда рассматривались в политической экономике, а понимали производство продукта, то есть речь идет о производстве. Мы не называем теперь народным хозяйством то, что на самом деле надо называть. Народные хозяйства входят, потому что и экономика тоже, и не только экономика. Но ведь речь идет сегодня об организации промышленного производства. Вот Руднов предлагает там индустрию 2 и так дальше, тоже правильно, но это единство или нет? Вот то ли в производстве продуктов у нас, и в производстве продуктов вся экономика должна быть, или мы все-таки зададимся вопросом, а для того, чтобы что-то производить, надо знать, кому производить и для кого производить. То есть речь все-таки впервые должна идти у нас с вами о чем? О производстве и воспроизводстве самого человека. Где и кто сегодня так или иначе этим занимается? Мы взяли производство человека, заменили там человеческим капиталом и так далее. В некоторой степени с этим можно согласиться, но это очень дискуссионно. А все-таки, вот почему запретили политическую экономию, как часть экономической науки? Сейчас делаются очень слабые попытки возрождения, но хотя бы в паспорте научной специальности, в экономической теории появилось появление политэкономии слова. Поднимается вопрос. Политэкономия – это как раз та часть экономической науки, которая всегда занималась изучением экономических отношений и занималась всегда именно воспроизводством человека. Вот если мы к этому вернемся, то у нас экономическая система, как таковая, должна из лексикона немножечко куда-то подвинуться. А вернуться в лексикон наш «Вопрос производства и воспроизводства». Вот когда сегодня уважаемый Миропольский говорил о многоцентровом мире, о многополярном мире, я думаю, это тоже понятие не конкретное, даже и не точное. У нас нет многополярности нигде. У нас или однополярность тоже не бывает. А что у нас есть? Центры. Вот центров может быть много. Если мы хотим стать центром чего-либо, не каким-то полярностью, одно или многополярного, значит, мы должны это поставить себе в задачу. Тогда речь идет о народном хозяйстве. И если речь идет о народном хозяйстве, то у нас сегодня вот это противоречие металлогическое, которое между понятием экономической системы и народным хозяйством, в ЦИМИ под руководством тренера целый коллектив уже больше 30 лет пытается разрешить за счет введения понятия мезоэкономик, как бы тот самый какой-то уровень между тем-то и чем-то, между хозяйством, где у нас есть то, что производит человека, и между той производственной системой, которая производит продукт в вечной форме. Как бы он ни назывался, хлеб, станок, автомат, неважно. Это отдельный разговор. Поэтому у нас, если сфера образования станет не последней, как показал Аганбеган, а первой, почему? Потому что что такое вообще образование? Написано, цель обучения и воспитания. Что такое обучение? Это подготовка как раз к производству. Спасибо, Владимир Владимирович. Вы уже двойной регламентной вывезли. Спасибо, Василий Владимирович. Дорогие коллеги, Абел Гезович сказал, что не позднее двух часов он может присутствовать. Я хотел бы предложить сейчас задать вопросы, которые имеются к академику Аганбегяну. Я вот начну с Вашего позволения эти вопросы. Абел Гезович, Вы с нами, надеюсь, пока еще? Да, да. Абел Гезович, я вот специально занимался проблемой доли государства в экономике. И в этой связи у меня вопросы возникли. Вы сказали, что доля государства в ВВП 70%. И еще добавили, что доля олигархов 35%. Если я вас правильно понял. Получается больше 100% как-то. Вот как я ваши цифры трактую, правильно или неправильно? Сразу отвечать, да? Да, да. Вот вопрос-ответ, вопрос-ответ. Цифры очень условные. Они не мои. А Всемирного банка. 71%. Эта доля государства какая? Скажем, Сбербанк. Он же не 100% государственный. Там есть и акции, которыми владеют люди. И вы, возможно. Или я там. Кто-то еще. Но они считают его, если он находится под контролем государства, 100% государственным. Понимаете? 71% включает в себя, значит, акционерное общество, контролируемое государством, которое не является 100% государством, но контролируется. То есть, и олигархи тоже владеют акциями государственных организаций. Очень много. Они и Роснефть покупают акции, и Газпрома, и РЖД, естественно, и так далее, и так далее. Поэтому больше. Понятно. Был где задание? Здесь есть повторный счет. Понятно. Кстати, о повторном счете. Вот вы там вдоль у государства... Вдоль у государства... Вдоль у государства еще вы включали там пенсионные фонды, страховые фонды. Но это полностью государством контролируемое. Понятно. Но вы считаете, они создают ВВП каким-то образом? Обязательно. Учреждения, которые ими занимаются. Так, хорошо. Но, вообще говоря, макроэкономика говорит о том, что вот эти финансовые операции в ВВП не входят. Как это не входят? Все услуги, включая оборону, включая управление... Оборона понятна. Оборона понятна. Нет, имеется... Не материальную оборону, а... А, Белгорьевич, теперь более... Вот когда вы говорили про доли расхода на образование, мне вот там... Вы пролистнули эту, значит, презентацию. Мне там показалось, была цифра 30 чем-то процентов. Я, наверное, вот здесь точно ошибся в вашей позиции. Мы обсуждали про долю... На балкинских тенях специально обсуждали образование. Доля расхода на образование в ВВП, да. Да. Доля образования в ВВП 4 процентов. 4,1 процента. Понятно. Я там какую-то цифру большую... Из них государство... Государство немногим больше 4. Понятно. Остальное частное. Теперь, это одно. И вот по финансированию, по доле образования в ВВП мы занимаем 120 место... Да, да, это я видел. ...по 109 стран. Это можно открыть в интернете. Это понятно, да, да. Теперь по образованию есть ряд характеристик. Первое, уровень образования. Сколько лет. Россия на 29-м месте. По уровню образования. 15,8-х года в России образование. Одна из цифр. Другая цифра 12,7-х года. Там различаются фактически и потенциально. Вот по этим показателям мы 29-й. Италия 41-я и Франция. Или Франция 41-я и Италия 47-я. А мы 29-й. Мы опережаем 9 из 28-ми развитых стран. По вот этому показателю. Второе, качество образования. Качество образования определяется на основе экзамена. Вы можете учиться 10 лет языку, но вас можно проверить, знать его или нет. В сравнении со мной, который учился 5 лет. Зато у других преподавали. И не исключено, что мои 5 лет лучше. Понятно, что такое качество. По качеству образования мы 39-й. Не 29-й, а 39-й. Но все равно выше Франции и Италии. И есть третий показатель. Эффективность образования. Какой результат? Вот вы научились финансам. А что представляет наша финанс? Ужин. Ужин. Вроде образованные финансисты, а финансы в жутком состоянии. Какая эффективность образования? Надо смотреть результат. Вот по результату эффективности образования мы намного ниже этих мест. Каких? Это надо смотреть по разным позициям. По инновациям вы видали, по финансам вы видали, но можно и другие показатели взять. Вот. Там еще ниже. Почему? А потому, что у нас образование нацелено только на получение знаний. У нас образование не нацелено на воспитание умения коммерциализировать свои знания. Мы беспомощны. Вот люди с хорошим образованием, они бедные. Но они переезжают в США и становятся богатыми. Я сказал, что в России нет ни одной фирмы единородов. А в мире, знаете, сколько россиян, которые создали единороги в других странах? По 30. Которые получили образование в России, но научились его использовать не в России. 8 в Кремниевой долине и так далее. Один пример. Венчурный капитал – это главное, что вкладывается в инновации, на стадии их создания. В России он 2,4 миллиарда долларов в 100 примерно фондах. Суммарно. Все фонды, если венчурные, в России сложить, и областные, и всякие, то это 2,4 миллиарда по нашей статистике. А вот один выпускник Московского физического факультета МГУ, Юрий Миллер, вкладывает венчурный капитал в год. Знаете, сколько? 19 миллиардов. Один? Один. Один. 7,8 его деньги, миллиардов. Остальные ему дают другие люди, которые зарабатывают часть этих денег. Естественно, они недаром дают. Вот вам пример. Да. И так далее. Спасибо, Абел Гезович. Я не хотел бы монополизировать. Поэтому разные, разные ступени. Теперь был вопрос, почему такой результат? Ну, надо сказать, что мы совершенно не были подготовлены к распаду СССР и к переходу новой системы. Мы люди другого совершенно воспитания, других взглядов. И поэтому мы крайне неумело перешли к этому. Перешли. Очень неумело. Кроме того, мы перешли в жутких условиях. Мы либерализовали цены в условиях жесточайшего дефицита. Как можно либерализовать цены в условиях дефицита? У нас 28 раз повысились цены, если вы помните, в 92-м году. Еще 9,6, они повысят в 93-м. Еще 4 раза они повысят в 94-м. О чем мы говорили? Суммарно в 27 раз. Это год. Я говорю за десятилетие там. Нет, нет, за десятилетие. Я же вам сказал. 2700 процентов. Да, да. Вы годовые давали цифры, а я про суммарное сказал. Да. Вот такое дело. Поэтому мы перешли так. И мы перешли в крайне неудачных и других условиях. В условиях долгового кризиса, ужасного. В условиях сокращения вооружений. Выкинули на улицу 7 миллионов людей, работавших на предприятиях. Соответственно, профили, которые были закрыты или изменены. И так далее, и так далее. Ну, я не специалист, но, конечно, мы политически совершенно не были подготовлены. А экономика – это заложница политики, увы. Это да. Увы, но я тут ничего не могу сказать. Мы в правовом отношении были совершенно не подготовлены. Поэтому так вот получилось. По разным причинам. И я не хочу тут называть персоналий, что виноват Петров или Иванов или Сидоров. Если бы мы были на их месте, возможно, было бы еще хуже. Неизвестно. Неизвестно. Спасибо, Ведя. Спасибо. Абел Гезович, Вы ответили не только на мои вопросы, а на те вопросы, которые прозвучали в выступлениях. И тем не менее, используем последнюю возможность Вам еще вопросы задать, если таковые есть. Вот у меня есть вопрос. Пожалуйста, да. Я в выступлении тоже его так озвучил кратко. Абел Гезович, вот в Ваших рекомендациях звучит перейти к системе пятилетнего стратегического планирования с одной стороны, а с другой стороны провести разгосударствление. Вот нет ли здесь противоречия между разгосударствлением и пятилетним планированием? Я бы хотел это выяснить у Вас. Я предлагаю разгосударствление не сокращение роли государства. Наше государство очень противоречиво. Вы знаете, оно не делает то, что нужно делать. Оно использует свою мощь для того, чтобы заниматься коммерцией и самообогащением этих организаций. Коммерцией. Чем занимается ВТБ? То, что делает нормальный банк. он ничего государства не делает. Вы знаете, что мы проигрываем все конкурсы. Вот мы проиграли конкурс поставки гидротурбин на китайские электростанции. Хотя мы гидротурбины прекрасно производим. В полтора раза цена наших ниже. Они 30 лет у нас и работают скажем на Братский ГЭС и так далее. Почему мы проиграем конкурс? Потому что наше государство ничего не делает. А кто выиграл конкурс генерал электрик? Почему? Потому что в Америке есть Эксимбанк. Настоящий государственный банк. Не внешне нашей ВТБ. А Эксимбанк, который свою турбину продал в полтора раза дороже, но дал крайне низкий кредит. Не только для покупки этих турбин, но и на строительство этой плотины. А мы в полтора раза меньше цену назначили, но просили предоплату. Мы ничего им не дали. Вот. у нас государство не выполняет массы экономических функций, которые оно должно выполнять. И его влияние не в том, что оно занимается коммерцией. Известно, что государство коммерцией будет заниматься хуже частника. По понятным причинам. Нет такой ответственности. Он ничего не теряет. И так далее. вот в этом дело. Поэтому речь идет не о том, чтобы государственные роли сокращать там, где она должна быть. А речь идет о том, чтобы коммерческие организации должны быть частными. Понятно. Спасибо. А вся инфраструктура должна быть государственной. Конечно, железная дорога должна быть. Конечно, взлетно-посадочная полоса. конечно, крупные социальные объекты. И так далее. Государство должно владеть у нас больше, чем в других странах. Я считаю, что 45%, 40% всей собственности должно быть государством. В то время, как самое большое в других странах, так сказать, меньше. вот. Спасибо. Спасибо, Авел Геннадьевич. Уважаемые коллеги. Два слова, Косян Азиатович, если можно. Пожалуйста, пожалуйста. Бесколько сопровождений. Вот из Махачкалы, пожалуйста. Я, во-первых, хочу поблагодарить, Косян Азиатович, вас, редакцию журнала «Вопросы про техэкономию» за организацию такого замечательного круглого стола. Для нас, как сказал наш коллега, в регионах очень важно послушать уважаемых коллегам с участием профессоров, академиков из федеральных и центра нашей страны. Вот. Ну и что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мне глубоко симпатичны те мысли по поводу политэкономического диагноза, который сказал Александр Владимирович нашей страны, экономической системы нашей страны, те характеристики, которые говорили о государственном олигархическом капитализме, теневой экономике, ручном управлении. И вот я почему попросился сейчас несколько слов сказать, в связи с тем, что вот как раз механизм ручного управления в регионах очень наглядно представляется, виден. Вот буквально вчера состоялось, например, правительственное совещание в Республике Дагестан, где интересный факт такой, хочу вам сказать, что обсуждался вопрос о продвижении в Республике частного капитала, лоббируемого сенатором от Дагестана в Федеральном собрании. И вопросом реализации частных инвестиций занимается в правительстве отдельным таким образом. Это говоря о ручном управлении, о теневом, государственном, регулированном экономике. Ну и хотел бы вопрос, извините, вот тоже будет к Белу Гейзовичу, в связи с тем, с его одним из положений в его докладе, он говорил о необходимости перехода к самофинансированию регионов. Вот мне хотелось бы услышать вкратце, Белу Гейзович, если как вы это представляете, какого пути, какого механизма перехода на ваш взгляд. Спасибо. Я считаю, я посчитал, 70% регионов России отправляют в центр намного больше, чем получают из центра по всем линиям. Поэтому 70% регионов могут завтра быть переведены после тщательной подготовки. Нужно отдать им часть источников, которые они посылают в центр. То есть перераспределение части налогов, которые даются в центр, должны оставаться в регионах. Таким образом, чтобы покрывать расходы регионов. Общенациональные программы, понятно, что они должны финансироваться из центра. Когда центр проводит какие-то общенациональные меры, как он проводит их, к примеру, на Дальнем Востоке, там, чего-то централизованное. Или инфраструктуру делает централизованную, или железную дорогу строит, порт строит, создает сеть или, скажем, высоковольтную, единую, трубопроводную сеть, единую в стране. Почему Газпром ведает сетью газа? На каком основании он является монополистом? Частник. Это неправильно. Это должно быть государственное. Не Газпром должен определять, может ли частник зайти в его трубу. Газпром же, вы знаете, что у нас запрещено экспортировать газ кому-либо, кроме Газпрома. Ну, кроме жиженого газа. Что это за ограничение страны? И так далее. Ну, вот, явно неправильно. Вот, то есть, вот об этом идет речь. это на первом этапе нужно сделать постепенно. А на втором этапе, конечно, у нас дурацкое, прямо скажем, совершенно несоответствующее никаким критериям административно-экономическим территориальное деление, слишком мелкие, случайные образования. Какая хантемантийская мантийская это регион, колоссальный регион ханты-манчи. Там ни хантов, ни мантий. А этот регион дает, знаете, сколько нефти в России и в мире? Что это такое? Случайные какие-то образования непонятные. Значит, нужно укропнить. В царской России были крупные губернии. Страна должна в Америке иметь 50, а мы имеем 89 регионов сегодня. Зачем? Нужно 20-30 сделать более-менее самодостаточные, чтобы они были окупаемые, чтобы они были мощные, чтобы они могли развиваться и заботиться о своем населении. Должны быть мощные структуры. посмотрите, что делается в той же Москве мэром из-за того, что мощь Москва. То же самое в других ряде мест такого, где Татарстан, мощная республика. Посмотрите, какой там порядок и что другое. То есть нельзя иметь какие-то ублюдочные, чисто убыточные, чисто убыточные, издевенческие какие-то территории, которые нужно от Адая все в центре решать, им давать. Не нужно, чтобы губернатор вообще в Москву ездил. Если надо, из Москвы нужно туда ездить. Вы можете представить, что губернатор в Калифорнии ездить к Байдену просить деньги. Или руководитель Баварии обращается к Шольцу дай денег. Ну, смешно. Смешно. Даже слушать про это. То есть постепенно нужно это тихонько делать. И тогда никакой силовик не может руководить губернию. губернии должен руководить профессионал, который имеет опыт руководства экономикой или крупной отрасли, или города крупного. Но не человеку с военной выправкой, генерал. Какое он имеет отношение? Здесь не управленческие функции нужны, а нужны знания, прежде всего умения заниматься экономикой, социальной сферы, а не воевать. Генерал должен воевать. Все. Спасибо, Абел Газович. Уважаемые коллеги, ну, наверное, будем потихоньку завершать наш семинар. Всем спасибо огромное, огромное, и до свидания, до новых встреч в нашем пространстве. До свидания, коллеги. До свидания, коллеги. Все будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...